Очень такая важная тема. Хочу поговорить немножко про то, что нам необходимо делать, чтобы поддержать свою энергию, если у нас немножко хаотичный режим. Сейчас делаю для нас... Так, здесь можно комментарии писать. Уже есть пост, где можно писать комментарии. И так же, как и на вебинаре, если вы его не смотрели, то я очень советую посмотреть. Но мы там разбирали прямо кейсы. Какая ситуация, какой запрос, что мы с этим делаем. И здесь я хочу сделать похожую структуру. То есть мы с вами посмотрим на то, почему энергия становится нестабильная в ситуации, когда нестабильный график, когда есть вот эта вот хаотичность в приеме пищи, когда мы ложимся в разное время, если мы встаем в разное время. Плюс объясню, что еще происходит у этого типажа личности, обычно внутри тела. Потому что, если мы посмотрим с точки зрения и аюрведы, и других множественных типологий, есть определенные очень прям такие типажи, можно сказать. И у них есть свои самые слабые и самые сильные стороны. Когда мы начинаем видеть это у себя, то намного легче становится выстроить приоритетность работы. И мы сегодня смотрим не через призму аюрведы, хотя в этом, конечно, есть элементы аюрведы. То есть здесь будет очень четко прослеживаться дисбаланс ваты-доши. Те из вас, кто знакомился с архетипами со мной прошлой весной, вы увидите архетип неземной. Этот архетип тоже очень прослеживается. Но на самом деле знать не аюрведу, не архетипа не нужно. Вы очень-очень четко сейчас поймете, насколько это относится к вам или нет. Итак, на мастер-классе несколько дней назад мы с вами разбирали маму с маленькими детками, что в этом случае делать, как поддержать организм при длительном истощении. Мы посмотрели на амбициозную женщину, которая живет, думает работой, у которой не останавливается вот эта мысль-мешалка постоянная. Мы также посмотрели на восстановление после болезни. То есть что делать, если длительно идет восстановление после либо вирусного заболевания, либо в принципе что-то ослабило организм. Это может быть отравление, когда вы съездили и отравились. Это может быть переезд в другую страну. Очень у многих женщин это произошло последние два года. Кто-то переболел ковидом и так и не восстановится. То есть мы разобрали три вот этих кейса. Сегодня мы разберем кейс творческой личности с ненормированным расписанием, ненормированным графиком, где присутствует, возможно, где-то дисассоциация с телом, его сигналами, включая голод, усталость. И посмотрим, что в этом случае делать, что в этом случае помогло. И вот знаете, наверное, если смотреть, всегда у любого типажа есть вот прямо сам пик, то есть вот настолько творческая, что прям вообще никакой график неприемлем. И я очень много работаю с известными людьми. Не всегда могу об этом рассказывать по разным причинам. Но Ирина, когда я у нее спросила, она сказала, что поделиться историей можно, можно поделиться фотографиями. Ирину Горбачеву, я думаю, многие из вас знают. Замечательная актриса, просто вообще уникальный человек, безумно открытая, очень настоящая. Для меня большая честь, что нас познакомила моя сестренка, и у меня была возможность с ней поработать, потому что, мне кажется, через ее творчество, через ее работу, она позволяет многим из нас быть более настоящими, более естественными и больше дурачиться, меньше серьезности быть в жизни и быть больше в очень таком открытом, иногда детском состоянии и отношениях с жизнью. Поэтому, если вы не знаете Ирину, очень рекомендую тоже посмотреть на ее работы. Уникальный, уникальный человек. И когда я разберу ее кейс, мы посмотрим, если у нас получится разобрать также один из кейсов вживую, и мы прям проговорим, да, что вы видите в своем состоянии, что самое сложное, да, что самое сложное урегулировать, потому что часто моя аудитория уже осознанная, вы уже знаете, да, базово там, что стоит уменьшить в своем питании, что стоит увеличить, что нужно добавить больше движения. То есть здесь вы многие вещи уже знаете, это просто нужно начать внедрять и как-то вставить в свой график. Вот, и поэтому мы очень много работаем с головой на моих программах, потому что часто именно там, да, у нас есть какие-то блоки, какие-то программки, убеждения, которые нам мешают, когда поднимается чувство вины, что я не смогу, и как это возможно. И вот как раз с этим тоже нужно обязательно работать, чтобы внедрять, и внедрять это без большого количества сопротивления. Также напомню, что мы открыли регистрацию на науку и магию энергии. В этот раз будет уникальная возможность работать в маленьких группах с кураторами, где кураторы будут вас вести. Помимо этого, есть стандартный пакет без мини-групп, как тоже хороший вариант. И мы подключили 10-12-месячные рассрочки. Поэтому все из вас, кто писал, что хотели бы присоединиться, но 4 месяца рассрочки было недостаточно, сегодня команда подключила, можно сделать рассрочку на 10-12 месяцев. Второй пакет в мини-группах ограничен по количеству людей, поэтому если вам интересно, то обязательно заходите на программу. Итак, сейчас давайте посмотрим на кейс Ирины, и вы мне скажете, видите ли вы себя в этом кейсе. Итак, это изначально может быть личность, которая не обязательно работает актрисой или художником, то есть это может быть просто личность сама по себе, для которой творчество, самовыражение являются очень большими ценностями. Здесь может быть просто очень сильная интуиция, и при этом, ну вот как у Ирины, да, очень занятой график, востребованная актриса, нету какой-то структуры или нормы, может быть в какое-то время очень плотный, в какое-то время очень расслабленный, но всегда с разными часами. Плюс может быть много вечерней или ночной работы, и в итоге у организма нету какой-то стабильности, предсказуемости, и также плотность работы может очень сильно варьироваться, да. У мамы, в принципе, у любой мамы с детьми есть этот элемент тоже, вот эта вот хаотичность, хаотичность режима, что ребенок тут начал только спать, кажется, все обустроилось, потом раз, это слетелось, да, то есть с точки зрения, если мы смотрим то же самое Юрведы, которую я часто использую, это будет вызывать дисбаланс ваты-доши, то есть вот эта нестабильность, она в первую очередь нарушает наши циркадные ритмы, а циркадные ритмы – это наше гормональное здоровье, это здоровье системы ЖКТ, это даже здоровье митохондрии, потому что недавно было, например, интересное исследование, что определенной волны свет может снижать даже уровень сахара в крови в среднем на 17%, поэтому если, например, человек просыпается поздно, ложится поздно и свет получает яркий, например, от экранов в поздние часы, то выработка мелатонина будет снижаться, вероятность инсулинорезистентности, плохой регуляции уровня сахара в крови будет повышаться. То есть мы это не осознаем, но циркадные ритмы и влияние света, и влияние экранов очень сильно влияют абсолютно на все, от наших митохондрий до нашего мозга, плюс у нашей печени, у кишечника, у поджелудочной тоже есть циркадные ритмы, и сейчас уже научно установлено, есть даже книжка на эту тему Сатчин Панды о том, что нарушение циркадных ритмов у людей, кто работает, например, в ночные смены, часто приводит к повышенному проценту как сердечно-сосудистых, раковых заболеваний, так и уровня депрессии. То есть уровень хронического воспаления, соответственно, все, что оно с этим тянет, оно повышается. И нивелировать это полностью нельзя, то есть эффект все равно какой-то будет, это можно уменьшить, но важно все равно, насколько это возможно, двигаться в сторону более стабильного графика. Итак, изначально Ирина пришла с запросами. Сильное вздутие, реакция на большое количество продуктов, ухудшение памяти, забывчивость, плохой сон, сложно уснуть и просыпаюсь несколько раз за ночь, утром уставшая, аппетит нестабильный, с утра может его не быть, вечером его много, достаточно сильный, прыгает вес, иногда отеки, хотя телосложение неполное. Напишите, пожалуйста, кому это отзывает, кто себя в этом видит. Я скажу, что вот для Ирины было самое сложное, потому что там были определенные паттерны, которые, мне кажется, тоже будут для вас интересны. Но вот пока я жду ваши ответы, да, насколько у вас это отзывается, скажу, что я еще вижу у похожего типажа личности. Здесь часто бывает чрезмерная эмоциональность, может быть, очень сильная связь с чужими эмоциями. Почему здесь важно будет работать над треугольником энергии? Потому что эмоциональная сторона может тянуть за собой физическую и ментальную. То есть то, что мы чувствительны, творческие личности, могут быть очень чувствительны к чувствам, эмоциям других людей. И это может очень сильно на них отпечатываться. То есть вот эта гиперэмпатия, гиперчувствительность, оторванность от физического реального мира, от своего тела в том числе, непонимание, да, голодная, я не голодная, как себя поддержать сейчас. То есть как будто голова отдельно, тело отдельно, интуиция вообще отдельно. Отсутствие структуры дня, плохая концентрация, то есть появляется идея, но сделать это сложно, да, окончить какой-то проект, довести что-то до конца. Идея как вспышка, и все это остается на уровне идей. Или начинаем, но не заканчиваем. Нереализованные идеи в итоге. Финансово нестабильно, да, то есть, опять же, вот потому что нестабильность во всем, финансово тоже нестабильность. Тело может казаться слишком каким-то земным элементом, большой обузой, да, вот эта забота о себе слишком тягостна, скучна, можно где-то забыть поесть, где-то очень сильная чувствительность к продуктам появляется, отложить поесть, да, то есть здесь получается вот это вот такое, может быть, где-то детское отношение к телу, да, где не хватает структурности, все идет абсолютно вот тут вспомнила, не вспомнила, может быть, тут вот это захотелось, тут это захотелось, но структуры нету не в самой тарелке, да, не вот в расписании приемов пищи. А наш организм, наш кишечник, наша поджелудочная, они любят предсказуемость. Даже ферменты, даже гормон грелин выделяется в определенные часы, когда человек ест. Даже если человек голодает, но грелин все равно будет подниматься, когда человек обычно в это время ест. А если этого обычно нету, и иногда человек просыпается в 2 часа дня, иногда в 11, иногда в 6, то у нас постоянный социальный джет-лег, то есть циркадные ритмы полностью перепутаны, кривая кортизола не может нормально работать. В итоге энергия, соответственно, очень непредсказуемая. Иногда может быть высокая, иногда низкая, но нету ее стабильности. Также для людей этого типа иногда очень важна эстетика еды, красота еды. И, например, есть что-то абы как, они, например, часто скажут, ну, мне вот либо красиво, либо никак. Да, то есть для них утилитарность еды, она не близка. Им нужно, чтобы было и вкусно, и красиво, и эстетично. И для них это прямо такая большая ценность. Просто функционально для них недостаточно. Опять же, здесь могут быть нестабильность, да, просто вот сказать, что я там заранее распланировала меню и буду им уследовать, может мне сработать, потому что для них важен элемент интуиции, что я хочу в моменте прислушаться к себе. И поэтому здесь нужно это учитывать и давать эту свободу. А подавить свою интуицию невозможно, потому что кажется, что я какую-то важную часть себя отрезаю. И поэтому нужно балансировать и ум, и структуру, и логику, и вот эту вот интуицию. И при этом, если мы посмотрим на физическое тело этого типажа, да, то обычно это чувствительное пищеварение с тенденцией к вздутию. То есть чуть более тяжелая пища, может быть, там чуть больше шоколада вечером на какой-нибудь перекус, да, и сразу вздутие. Неуверенность, растерянность может быть, особенно на фоне голода, может появляться чрезмерная эмоциональность, потому что часто наблюдается гипогликемия, да, снижение уровня сахара в крови. И стресс, растерянность, нет собранности, да, в моменте может быть тяжело решить, ну, как-то о себе позаботиться в моменте тяжело решить. И иногда под давлением чужих эмоций принимаются решения, которые потом приводят к тому, что мы нарушаем собственные границы или делаем то, что нам не подходит. И в итоге потом за это платят достаточно большую цену, именно, да, что я чувствую, что я сделала что-то, что мне не подходит, мне не нравится. Может быть здесь синдром раздраженного кишечника, дефицит массы тела, слабые мышцы, плохая выносливость, низкий эстроген, который приводит к аменории, к сухости кожи, да, к более раннему старению, к бессоннице, низкому либидо, иногда даже бесплодию. Запоры могут быть также. Часто может быть дисбаланс микробиота кишечника, потому что, опять же, более тонкая натура, более чувствительная к стрессу, к эмоциям, поэтому чуть стресс, да, хуже кислотность, хуже работает поджелудочная, хуже перевариваются продукты. Иногда может быть кандида. И если уже длительный дисбаланс, то в некоторых случаях может быть лишний вес, но часто в этом случае лишний вес служит как бы инструментом для заземления, чтобы не слишком далеко улетать. Да, потому что иначе прям совсем улетает. Вот, и поэтому здесь очень важно поддержать именно ЖКТ, восстановить стабильность и научиться пользоваться интуицией правильно. Да, мы вот здесь вот не отрезаем интуицию, мы не идем полностью в логику, мы учимся, наоборот, ей правильно пользоваться. И в некоторых случаях я также здесь вижу, что либо может быть, что я забываю поесть, какая-то работа, какой-то проект, я отвлеклась, в итоге поела первый раз в 9 часов вечера, да, и это вызывает очень нестабильный сахар в крови, а это нестабильная энергия и тревожность. Вот, поэтому здесь очень важно создать какую-то структуру и даже вот в периоды интенсивной работы выделять время на приемы пищи в одно и то же время. Я скажу, как мы это делали с Ириной. Вот, поэтому давайте посмотрим, что вы пишете в комментариях, насколько это, ну, про вас, насколько вы видите себя в этом. Тоже просыпаюсь ночью. Татьяна, память плохая, очень близко все. Мне откликаются, у меня похожие признаки, тревожность по ночам, я эмпат. У меня с самого детства нарушены циркадные ритмы, в 7 лет могла ночью встать и рисовать. Состояние панических атак, режима питания нет, оторванность от физического тела. И знаете, так интересно, я прям считаю, у меня мурашки. У нас девушки, которые это пишут, вы занимаетесь все какой-то либо духовной работой, да, либо психологией, то есть Angel of Light, да, ангел света, мастер по расстановкам, да, Юлия. Я исцеляю голосом, то есть вот не вижу до конца мастер по, не вижу какой именно. То есть очень интересно, да, то есть вы чувствуете изначально, что и ваши суперсилы, и ваши слабые места – это отражение одного и того же. Да, вот когда интуиция сильная, это вам дает возможность соприкасаться с какими-то более тонкими материями, с ними работать, возможно, даже на этом зарабатывать, но у этого есть цена. И вот это нужно учиться сбалансировать, это нужно учиться поддерживать. Вот Юля замечательно пишет, да, отсутствие структуры дня, материализация идей, и нестабильность, высокая чувствительность, забота о теле, абуза. Все время откладываю вопрос поесть, да, то есть очень-очень похоже. Лучше вообще не поем, чем ради еды. Когда пробовала работу с нутрициологом из-за отсутствия свободы и слилась, стала для меня невыносимо постоянно планировать. Да, то есть здесь планирование не сработает. Тут, ну, вопрос планирования вообще не стоит. Про меня позавтракать в 9 часов вечера. Да, 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 да. То есть это дар, у него есть цена, да. То есть смотрите, нам нужно учитывать все эти особенности, чтобы мы могли сделать прогресс. Если мы на всех одеваем одинаковую шапку, да, то кому-то она не подойдет, кому-то она там не понравится, и это не будет работать. Поэтому здесь очень важен вот этот индивидуальный подход и посмотреть, что нужно с физической стороны, что нужно с эмоциональной и с эмоциональной стороны. Итак, с физической стороны нужен определенный режим, да, определенный режим, но с достаточной свободой и гибкостью, чтобы все равно проявлялась вот эта интуиция и игривость. Плюс нужна серьезная поддержка пищеварения. В дни, когда есть вот эта тревожность, когда, может быть, вы, ну, с чем-то таким более вот верхним уровнем работаете. Если есть нарушение уже дисбиоз, да, вот что-то такое, то там нужно прям поработать с микробиотой, но бережно, потому что это люди обычно очень чувствительные даже к БАДам. Важно научиться медленно жевать и настраиваться с едой, замечать реакцию тела. Вот здесь вот сонастройка с едой, она важна, потому что через интуицию женщине часто становится интересно. Вот Ирина начала делать такую практику, да, благодарность и сонастройки с едой, и это настолько хорошо зашло, настолько хорошо закрепилось, что она это делает, даже вот если мы там вместе в группе были, она это делала прямо для всей группы, и это для нее настолько естественно, то есть настолько часть ее натуры, что прямо на нее смотришь, и это хочется делать. Но женщина амбициозная, например, она этому не даст достаточно ценности, чтобы делать каждый день. А вот для этого типа, да, для типа неземной, для типа творческой личности, для них это прямо кайф. Да, то есть они от этого могут получать очень важную информацию в плане того, что да, еда – это очень земное, тело – это что-то очень земное, но когда я добавляю вот этой энергии, благодарности с еде, телу, людям, которые эту еду для меня создали, да, которые там собрали ее, посадили и в магазин привезли, то для них это добавляет важный такой духовный аспект и помогает, мы-то знаем внутри, да, физиологически. Первая стадия пищеварения – сифалическая. Она начинается у нас в голове, у нас в мозгу. Думая о еде, о том, как она оказалась у нас на тарелке, как она повлияет на тело, мы подготавливаем тело для того, чтобы оно лучше переваривало эту еду, лучше выделяются ферменты, лучше выделяется кислотность желудочного сока, в итоге на еду будет меньше реакция. Да, это инструмент. Что он делает, нам важно. Он подойдет не всем, но для людей этого типа сонастраиваться с едой через какую-то практику может очень хорошо сработать. Важно двигаться мягко, не через силу. Здесь это прямо очень-очень важно в плане того, что гипернагрузка может сильно истощать. Эмоционально здесь важно контакт со своей природой, со своим телом. И важно также учиться говорить другим людям, что из-за того, какая я есть, из-за того, что у меня может быстро поменяться состояние, настроение, давать себе возможность поменять планы в последний момент. И это может сказать... Это не про нарушение границ чужих людей, это про то, что вы позволяете себе принять решение в зависимости от того, что вы чувствуете в настоящий момент. Как это может выглядеть на практике? Мы с этим очень много работали, тоже с Ириной. То есть она может сказать, что я думаю, что я сегодня приеду в гости, но, возможно, не приеду. Вы делаете планы, как вы хотели бы. Если у нас получится все настроиться, то все настроимся и увидимся в какое-то время. Если у меня там что-то поменяется, то я не приеду. То есть заранее для себя обговаривать пространство, для того, чтобы вы могли поменять решение. И это может быть очень важно, потому что как сильный импат, как гиперчувствительная личность, иногда, когда вы заковываете себя в какой-то контракт заранее, и потом делаете, потому что обещали, это может очень сильно истощать. И если это на самом деле люди, которые вас любят, видят, уважают, они будут уважать вашу натуру, которая сама по себе, в принципе, очень мобильна и нестабильна. Путь на своей стороне, доверять своей интуиции, окружать себя поддержкой. Это вот как раз про то. Люди меня видят, принимают, понимают. И ментально очень важно работать с бюджетом, чтобы была вот эта стабильность, потому что часто нестабильность в бюджете может сильно вызывать эмоциональную нестабильность. То есть мы как бы про еду, про еду, но это тоже очень важный шаг. И баланс творческого и логичного здесь тоже очень-очень важен. Давать себе разрешение передоговариваться тоже очень важное для творческой личности. И здесь новые убеждения, которые нужно создать, да, это что интуиция, интеллект могут существовать и поддерживать друг друга. И это соединение дает мне важную суперсилу. Проработать отношения с телом, что земное тело тоже достойно заботы. Через него я могу усилить свою интуицию и умение работать с тем, как вы работаете. Вот именно творчески самовыражать свой дар. И комбинировать внешнюю и внутреннюю мудрость, то есть не только свою интуицию, не только какие-то мгновенные хотелки, но и в принципе знания. И больше работать с элементами, которые заземляют, со специями, которые согревают, чтобы это поддерживало хорошо именно физическое тело. Что сделала Ирина? Во-первых, что стояло на пути? Да, вот хаос, суета в расписании, жадность до жизни. Это вот ее словами очень важный момент. Жадность насладиться, взять, но при этом нету расслабленности. И мы работали над тем, чтобы наслаждаться процессом, наслаждаться тем количеством, которое тело на самом деле может взять, переварить. Да, это тоже право как раз, ну, баланс. Баланс, чтобы не перегнуть палку. А спешка во всем тоже сильно истощает. Есть быстро решать задачи, быстро. Здесь нужно вот это пространство для медлительности. Многозадачность тоже истощает, как говорила Ирина, и работа ночью и допоздна с гаджетами и первое время с утра. То есть вот здесь прямо что мы сделали? Мы с Ириной создали предсказуемый режим дня, насколько это возможно, да, который позволяет заботиться о себе. Что это значит? День сам не предсказуем, но есть там, может быть, с утра и вечером определенное время, которое можно сделать предсказуемым. Также заранее обговаривать какие-то контракты и переговаривать, если это нужно, да, для того, чтобы даже если вы идете на какой-то семинар или на курс, и там есть определенные часы, это ничто как взрослого человека не запрещает вам выйти, например, на 15 минут, да, и там поесть, если вас не устраивает время там обеда или ужина в 8 часов, когда едят все остальные. То есть как взрослый человек мы можем найти элементы, которые будут служить нам, но при этом не мешать другим, да, то есть позаботиться о себе заранее может выглядеть как принести с собой там еду в студию или на курс, или если вы ведете там какие-то практики, да, то создать расписание, где вы не отдаете, отдаете, отдаете и потом вечером ужинаете, да, а где у вас есть промежутки, пространство для того, чтобы позаботиться о своем именно физическом теле, себя поддержать, выдохнуть, передохнуть и двигаться дальше. И вот это вот освободить пространство для этого, создать его заранее, очень-очень важно для этого типажа, не только в моменте, а подумать об этом заранее, проговорить это заранее, как важную потребность. и понимать, что творчество – это производная того ресурса, который у вас имеется на данный момент, а этот ресурс должен восполняться. Поэтому, когда мы структурировали это все, как вот Ирина писала, уменьшились ситуации, когда через силу или ситуации просто вышибает. Вышибая, да, и потом ты очень длительный период времени восстанавливаешься из, ну, очень низкого состояния. Вот. Поэтому здесь важно, что можно сделать заранее, чтобы вот этих моментов вышибания не было. Так. И вот, ну, некоторые тарелочки, да, я показывала вам от Ирины. Мы работали два с половиной месяца. За это время можно очень реально поменять многие вещи. Вот. И самые такие важные вещи, которые она сказала, что она очень соединилась со своей внутренней женщиной, не только человеком, кто там делает планы, да, проекты, но и создать пространство вот как раз для этой интуиции, медлительности, наслаждению моментом и процессом, не только целью и результатом. Создали пространство для красивой еды, но при этом достаточно простое, чтобы не было вздутия. Она довольна весом. Суперкрасивые фотки, очень такое красивое тело, стабильная энергия, знает, чем, как себя кормить, в каких ситуациях. Да, то есть это очень кажется просто, но это важно, и это трансформирование трансформирует энергию, трансформирует нашу жизнь. И важный такой момент, да, тоже Ирина стала просыпаться без будильника около там 6-6.30 утра. Каждый день сейчас время вот там в начале утра без гаджетов, и вот не просыпаться ночью, да, то есть прийти к тому, чтобы не просыпаться ночью, это прямо очень важный момент. И мы с командой подготовили для вас специально гайд, команда может поставить ссылочку, потому как себя поддержать при бессоннице, даже нет, там, наверное, после бессонной ночи, после бессонной ночи, потому что я знаю, что тоже такое бывает, и здесь вот важно понимать, да, что если вы просыпаетесь ночью, если вам тяжело засыпать, важно прямо подумать о нескольких моментах. Во-первых, важно посмотреть количество света, которое вы получаете с утра. Подготовка к хорошему сну начинается с утра. Вот, поэтому здесь тоже прямо важно посмотреть, да, достаточно ли света, я получаю с утра, и достаточное ли физическое количество нагрузки я получаю с утра. А также, если есть изменения во сне, во второй половине цикла, то это может быть недостаток прогестерона, особенно если вам 40+. Это также может быть перегруженная печень, которая не справляется с функцией детокса, который происходит во второй половине цикла. То есть мы начинаем выводить эстроген, если с этим проблемы, то поднимается температура, уровень хронического воспаления поднимается в теле, спать сложнее, мы просыпаемся больше. Недостаток прогестерона тоже очень сильно влияет на сон. Кортизол может уменьшать уровень прогестерона. То есть если у вас кортизол прям шкалит, 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 вы с утра без завтрака, на кофе, на чай, на матче, что вы там пьете, и при этом что-то делаете, 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 то есть организм это воспринимает как стресс. Когда у нас постоянно повышен кортизол, то это часто приводит к тому, что прогестерон со временем начинает падать. В организме все взаимосвязано, и поэтому все иногда говорят, почему моя программа настолько сложная, ну в смысле не только уж сложная, настолько глубокая. И моя цель это не дать вам список продуктов, которые надо есть, как на какой-нибудь ПП-диете, а помочь вам понять, как работает тело, как его поддержать, чтобы вы раз и навсегда могли решить, как себя поддерживать, понять это и внедрить. Это изначально требует определенного вложения времени, чтобы с этим разобраться, и потом уже это пользоваться как ресурс. Поэтому давайте посмотрим, есть ли у нас, у нас вот с утра писала, по-моему, Юлия, да, что она хотела выйти в эфир и разобрать свой кейс. Юлия, если вы здесь, есть, давайте посмотрим, получится ли выйти в эфир. тогда, Юлия, Юлия, если вы здесь, то давайте посмотрим, получится ли у вас выйти. так, Юлия дала вам право говорить, посмотрите, получится ли включить камеру. мы ни разу не вызывали, поэтому я даже не уверена, как это должно работать. Так, Юля, раз-два, раз-два, вы можете камеру включить? Так, команда, Настя, если ты знаешь, что я, если я что-то делаю не так, что можно сделать по-другому, чтобы вызвать Юлю на эфир, так, давайте еще раз попробуем, Юлия, руку подняли, я одобрила, я дала права, у вас микрофон, Юлия, должен быть включен, давайте посмотрим, получится ли у вас включить камеру тоже. О, так, вот что-то получается. Супер, супер, ура, ура, так, здравствуйте, ура, я рада. Да, супер, хорошо, Юль, прямо в двух словах, у нас есть 20 минут, какая основная проблема, что вот сейчас чувствуете, да, с чем, где видите дефицит энергии, и как вам кажется, что к этой проблеме приводит? Основное, это как раз-таки дефицит физической энергии, сейчас это, это вот этот баланс, как раз неумение, непонимание своего тела, как это работает, я уже где-то что-то интуитивно сама нащупала, но это, конечно, пока еще далеко от, ну, какого-то вот гормонально, не знаю, адекватного состояния, именно физического, вот, у меня вот эта вот хаотичность, все для меня полезет, это абуза, все бытовые дела, это абуза, то есть я действительно такой очень, скажем так, отлетный, да, человек в этом плане, это действительно дар, но и вот этот дисбаланс между, он огромный, и мне хочется все-таки себя, находясь в своем теле, вот эту же энергию пропускать, и да, в первую очередь это обострилось именно тогда, когда я вот от обычной какой-то жизни, когда жила, как все, да, погрузилась вот в мир энергии, да, в тонкие материи, вот тогда, когда у меня начал открываться дар, вот это пошло, 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 вот тогда я отлетела, я прям так и говорю, меня заземлила только беременность, я не ела вообще ничего, я могла поесть один раз в день, и все, это были только яйца, потом я понимаю, что не хотела есть яйца, я очень испугалась, потому что не знала, что-то делать, и вот я попробовала тогда работу с нутрициологом, но не смогла, потому что для меня это прям, ну, как удар, как огромная ответственность, вот такую классную фразу сказали перед детским интенсивом, я его еще не слушала, он у меня есть в записи, что главное не навешать на себя вот это всего, чтобы потом можно было вывести, вот у меня пока это трудно вывозить. Юль, а какая мотивация, вот в чем недостаток физической энергии, если энергии было бы больше, то куда бы вы ее использовали, что бы вот это дало? Это отдых более качественный, однозначно, я стала любить отдых, отдых, это классно, при том, что я очень люблю работать, я очень выносливая, но не физически, это классный отдых, это прям вау, это прям, я полюбила, вот, я хочу, да, научиться еще это делать, и второе, это семья и работа, то есть, вот мои вот эти вот роли, да, где я отдаюсь, отдаюсь ментально, но физически мне не хватает ресурса, то есть, я что-то там попробую, делаю, и вот физическая энергия меня опять ставит на место, говорит, вернись, сделай, вот, и мне хочется, да, вот из нового состояния вот это все реализовывать, не через борьбу, а вот в согласии с телом. Супер, хорошо, можно на три? Да. Окей, хорошо, Юль, опиши мне сейчас, вот, ты просыпаешься, какой уровень энергии, и как выглядят первые два-три часа? У меня только что отвалилась няня, она была с нами год, раньше я просыпалась, и отдавала няне ребенка, и пыталась доспать хотя бы полтора часа. Буквально на прошлой неделе мы с ней расстались внезапно, и сейчас мое утро начинается с того, что я говорю, еще пять минуточек, пожалуйста, Есенечка, Есения, это моя дочка, дай мне полежать, и я еле открываю глаза, при том, что у меня ребенок встает самое раннее в 8.30, не в 6. Я еле открываю глаза, я тащусь, и я к 10 раскачиваюсь, и вот сейчас это такие дни. До это было, и то я потом уже, вот, я разбитая, до 12 я ни туда, ни сюда, я ничего не сделала, столько времени прошло, дай бог я поесть успела хоть как-то. Когда это было с няней, я до 12 отдыхала, потом потихоньку раскачивалась, но ела тоже поздно, часа в 4. То есть это был более спокойный темп, более легкое состояние, но еда опять там. Дочке сколько лет? Два года ровно. Два года. Ага. Окей. Во сколько вы ложитесь спать? И ты, и дочка? Так, дочка, дочка. Сейчас в основном до 11, то есть часов в 10, в 10.30. Да, это было ужасно, потому что мы ее не могли уложить до недавнего времени, до 11, до часу. Ну, в общем, это был огромный стресс для меня. В общем, а вам с циркадными ритмами всей семьей, видимо, работать надо. Это вообще, это был какой-то ужас, она у меня вообще не спала, все время орала, и вот буквально, реально, только недавно, вот тоже я и с ней с телом работаю, и с собой, и с головой, и там по всем фронтам. И это нормально. Вот только-только стала она застывать. И работать только с мамой или с папой нельзя. То есть всегда вся семья будет включаться там. Окей. Дочка в 11, а ты? Так, а я? Я эти дни ложусь до часа. А раньше я могла еще до... Ну, то есть если меня прям выключает, да, если нет, это было, ну, такое стрессовое, но спокойное время, когда меня никто не трогает. То есть вот это время было как бы безопасным для меня, и я оттягивала. Вот что я одна, на меня никто не трогает. А чем ты занимаешься по 11 и часам? Так, между 11 и часам я в основном изучаю какие-то материалы, либо кусочек социальной жизни, если мне интересен Инстаграм, я там мало на кого подписываю, но все равно я могу там друзей кого-то посмотреть, социальное вот такое, если мне интересно. Либо, ну, в основном, это какие-то материалы, связанные с личностным ростом и так далее. То есть это то, что мне интересно. И как ты работаешь. Да. Окей, понятно. Девочки, вот про кого это тоже? Напишите мне единички в чат, кто может увидеть себя в истории Юли. Да, дочку уложила, остается пару часов на себя поучиться, либо социально пообщаться через Инстаграм. Это частая история на самом деле. И, Юль, ты сказала очень интересную фразу. Время вроде бы как стрессовое, но оно безопасное. Да, то есть оно твое. Оно в тишине, оно твое. Но вот давай здесь посмотрим очень четко на цену. Ты говоришь, что я занимаюсь саморазвитием, да, получается, два часа, где-то там с 11 до часу. При этом ты просыпаешься потом в 8-13, и до 12 ты раскачиваешься. То есть у тебя время, ну, вот полдня, да, там, ну, где-то предположено, что ты встала там в 8, да, 4 часа, а ты там потратила 2 часа, а тут 4 часа. Они у тебя непродуктивно используются, и есть вот этот элемент страдания, да. Я с дочкой, ну, не качественное время, да, я хочу спать, она хочет спать, я отладываю поесть, то есть организм борется с тем, чтобы полноценно проснуться. В итоге время используется неэффективно, и к моменту, когда ты раскачиваешься, да, там сколько уже время получается? Ну, там уже 12, и надо уводить дочку в сон, и вот до этого она даже в сон не укладывалась у меня, то есть сняли она в одно время, она в 12-30, уже спокойно со мной, я ее могла там до 2 дней уложить, и буквально вот эти дни я стала вот чуть-чуть получше, она стала спать, я спать хотя бы ночью, пока какой-то сон появился, более-менее адекватный, и у меня стало получаться хотя бы ее укладывать, то есть получилось так, что, видимо, я раскачивалась, ей надо спать, она чувствует, что я только раскачалась, и она спать не идет, и действительно для меня это было тоже как обуза, что мне надо ребенка укладывать, потому что я сама опять начинаю вот в это состояние, да, бай-бай, если она была на руках. Ну, получается, где-то первые 4-6 часов, это вот эта вот околокроватная жизнь, где и активности-то нормально нету, и производительности нету, и ребенок нормально не подвигался на улице, не погулял, его обратно уложить надо, то есть это... А потом еще проблема, мне все-таки поспать, да, мне еще проблема вот это поспать сейчас с ней, хоть сколько-то, ну, отдохнуть, добрать сон, или хоть что-то сделать, пока руки свободны, вот это еще плюс время. Да, и получается, что ты к вечеру только в себя, да, и это вот остается потом 2 часа, чтобы что-то продуктивное сделать, потому что, ну, первые полдня, они, ну, слиты, они не уничтожены. Какие у тебя вот чувства в теле, понимая, что вот эти полдня, они, ну, вот буквально прям в никуда. Ну, у меня прям печаль такая вот, горе, к сожалению, сразу падает энергия моя ментальная, сразу вот, ну, то есть все, пошел, вот как будто я в себя, в себя накручиваю какой-то вот клубок, вот так, и все, и опять пропала Юля, все, куда-то ушла в себя, то есть не вовне, а вот куда-то вот. Что бы ты хотела сделать с утра, если вот ты проснулась, прям энергичная в 6.30? Я даже представить такого не могу, я никогда в жизни не просыпалась, в такое время, я, наверное, с детства, ну, меня, ну, во сколько-то родители клали, но мне кажется, у меня не было тоже жестких прям рамок, чтобы, ну, чтобы я в 9 ложилась всегда. Я даже, мне даже трудно представить. 6,3. Они в 8 спят, иногда в 7.30. То есть график можно перестроить, но вот подумай, вот прям почувствуй в теле, вот ты проснулась в 6.30, у тебя впереди целый день, вот целый день. Я не знаю, у меня все равно как будто падает, у меня нет, у меня как будто падает энергия, я такая 6.30. Боже, все эти люди прутся на работу, ну, то есть вот это вот, я чувствую вот это вселенское, вот в Санкт-Петербурге, я здесь живу, да, я сейчас вот на улице, там не дома, в машине. Ты же не надо переехать на работу? Я вот это чувствую, вот это метро, какое-то у меня сразу, у меня как будто бы трудно абстрагироваться, наверное, от этого вот периода, поэтому ночь для меня даже, я вот то, что ты сказала, да, более безопасный, потому что они все уснули, и я слышу себя, то есть вот этот фоновый энергетический шум. Да, да. Вот, смотри, и вот мы уткнулись в первое убеждение, да, то есть первое убеждение, которое будет тебе мешать. Я тебе с логичной стороны могу объяснить все, что угодно, про циркадные ритмы, про гормональное, там, здоровье, кривую, кортизолы и так далее, но мы вот уткнулись, девочки, это тоже прям важно, у меня тоже вот мурашки, мы уткнулись в первое ограничивающее убеждение, да, вечером все уснули безопасно, утром я чувствую энергию напряжения, стресса, все собираются, да, все там, кто-то идет на нелюбимую работу, кто-то едет в метро, и в итоге я чувствую вот это вот напряжение, которое внешне настолько сильное, а я как эмпат, как чувствительная личность, это считываю, и поэтому получается один из важных элементов для тебя, это, знаешь, вот, ну, мы с убеждениями в программе тоже очень работаем, прямо у вас там отдельный урок есть, но тебе нужно получить личный опыт приятного, неторопливого утра с ранним солнцем, знаешь, то, что там, может быть, ты где-то видела, но сама, может быть, сама не проживала в теле, когда вот, даже в Питере, у меня вот сейчас есть тоже клиентка в Питере, она говорит, блин, вот такая радость сейчас 16 тысяч шагов нахаживать, то есть, знаешь, наблюдение, вот как ты смотришь, например, за рассветом, да, или это время, когда вы там с точкой с утра выходите наслаждаться вот этой вот весной, утром, то есть, это утренняя энергия, вот ты сейчас знакома с вечерней энергией, с безопасностью в этой тишине, но утренняя энергия, вот когда все уже разбежались на работу, она тоже очень особенная, она тоже очень кристально ясная, и вот тебе как пату чувствительному, да, важно это вот прочувствовать, чтобы можно было впитать, на новом уровне, что и запомнить, что мне это тоже нравится, потому что сейчас у тебя ассоциация с утром, это борьба, это вот такая, знаешь, как будто вот ты описывала, она как будто тяжкая, вязкая какая-то тина, вот как будто ты, утро движение под водой у тебя, такое, знаешь, прям, а к четырем, когда вы, наверное, вышли на улицу, уже темнее начинает. Но в Питере белые ночи, поэтому сейчас вообще прекрасно, сейчас уже, сейчас всем вот светло еще. Поэтому смотри, вот это вот прям важный элемент, да, то есть проработать вот этот вот паттерн, который сейчас очень сильно мешает, это убеждение. Второй элемент, это ваше вот твое время вечером. То есть я бы начала работать вот в твоем случае не с того, чтобы разбудить тебя раньше, а чтобы уложить тебя раньше. А чтобы уложить тебя раньше, нужно, чтобы был какой-то, знаешь, вот ритуал, который тебя прямо переключает из головы в тело. Да, у меня, сейчас перебью на секундочку, у меня, да, бывает вот это, когда у меня вот эта энергия долбит, и еще, как это называется, эктоморф, если по этим, по типологии, то есть у меня тук-тук-тук-тук, вот это начинает, и у меня как пошли идеи, и мне реально себя не уложить. То есть я бы хотела научиться вот этим, я уверена, что этим можно управлять, и вот эти пульсские люди и озарения, да, они придут утром в какой-то момент, а не ночью, потому что мне себя, мне не уложить, и это, ну, классно в плане энергии, но ужасно в плане тела для меня, да. Да, да, это очень важно. Я поняла, о чем это. Причем граница должна быть не, ну, не потому, не тем, что ты вот там, это нельзя, то нельзя, а нет, это время, когда ты можешь там, вот у тебя есть определенный дар, это может быть время, когда ты работаешь над его развитием, но через тело. Ты можешь там небольшую практику йоги, дыхательную практику, ты можешь там поработать с голосом, если ты работаешь с голосом, послушай медитацию, слушай музыку, но ты можешь положить даже себе там, дневничок что-то пописать, если у тебя идеи появятся, да, выгрузить это сразу, не держать у себя в голове, но это не время учиться и не время картинки в Инстаграм смотреть, потому что ты прям дофаминовую систему перегружаешь, это все равно мысли, образы, которые включают мозг. вот, и вот здесь вот должны прячься прямо в рамки, например, 15 минут Инстаграм, потом переключиться в тело. Вот, и, ну, ты, ну, прям, если вот ты прям обожаешь Инстаграм, окей, дочку уложила, 15 минут в Инстаграм, потом переключаемся в тело, да, не убираем. Да, у меня даже не то, чтобы мне днем, просто не до этого. То есть я когда родила, я год не была ни в каких Инстаграмах, у меня сил не было ни на что, то есть я настолько была физически убита, мне кажется, просто этим всем, что никакие соцсети, я вообще ни с кем не могла общаться, вот настолько не было ресурса физического, поэтому... Да, правильно работает, да, это экономия ресурса, а сейчас ты этот ресурс сливаешь, то есть появился испыток, и ты его сливаешь. И вот чтобы энергия начала увеличиваться, нужно учиться не сливать. И вот это вот прям важный такой момент, поставить для себя рамки, да, там последний, например, час перед сном я переключаюсь в тело. Пусть ты не сдвинешься в сон сразу там на 2 часа, такой цели никогда нету, да, но чуть-чуть по 15-20 минут перенести, окей, может быть, сейчас вот там к 12 стремиться, а не к часу. Так ты к 8.30 будешь выступаться. Да, даже если ты сейчас станешь в 8.30, а не в 10, это уже большой шаг. Вот, но вот эта вот работа с телом, там, развивай свою чувствительность, послушай что-то, что связано вот именно там с голосом, или еще что тебе нравится, наполняет тебя, успокаивает себя, и потом с хорошими, благостными мыслями спать. Вот, уже это было бы хорошей поддержкой. А баня, вот у меня, пользуясь сутьем, задам вопрос, она расслабляет или нет? Я заметила, что после бани я очень хорошо сплю, но вот это как нагрузка или как расслабление тела все-таки? Оно будет как расслабление, если не перегнуть палку. То есть, если не прям, вот знаешь, интенсивно-контрастными процедурами, в большинстве случаев это будет расслабление. Потому что мне вот этого очень не хватает, да. Да-да-да. Ну, можно теплую ванну, например, ножки погреть, то есть это тоже хорошо. Да. Вот, но в любом случае, Юль, я тебя жду на программе. Да. Мы там в данном случае разберем. Вот, и мне кажется, вот важно прям бережно, да, подбирать ключики, которые работают тебе и так двигаться в сторону результата. Я поэтому и рассматриваю ВИП, потому что, да, мне, я как этот, как испуганный заяц, мне бы главное не спугнуть свою задачу, минимум не спугнуть. Да-да-да. Спасибо. Спасибо огромное. Спасибо, спасибо. Девушки, я надеюсь, вы услышали тоже себя немножко в истории Юли. И если есть что-то, что сможете использовать для себя, тоже поделитесь, пожалуйста, в комментариях. Я еще раз напомню, что мы подключили рассрочку, что можно сделать на 10, на 12 месяцев, что пакет с куратором ограничен по количеству человек, которые мы возьмем, потому что мы работаем в маленьких группах, где за вами прикреплен куратор. Но даже в пакете стандарт у вас есть вопросы с ответом, мастер-майнда с куратором, и также чат, где можно по орг-вопросам тоже получить сразу обратную связь. Также я записала очень детальное видео о том, что вас ждет внутри программы, команда его поставит или сегодня, или завтра, и я прям детально рассказываю, что вас ждет, какие классы, какие гайды, там очень-очень много гайдов, гайды все можно загрузить, они остаются у вас навсегда, медитации много, вот, и я думаю, будет также дополнительно там разные сюрпризики, которые мы будем дополнять. Как всегда, я стараюсь всегда дать намного больше, чем мы обещаем. Если будет много вопросов, если вы хотите еще вот таких разборов, то напишите тоже в комментариях, хочу разбор моей ситуации, да, и какая у вас ситуация, и я думаю, мы можем запланировать тогда еще несколько встреч, потому что мне прям сегодня очень понравилось поработать с Юлей, и я надеюсь, вам тоже было полезно. Я вас обнимаю, и спасибо, что сегодня присоединились. Субтитры сделал DimaTorzok